Здравствуйте! Сегодня 27 февраля 2022 года, 13.55 дня. Срочное сообщение. Я живу в селе Черниговской области на ее севере, приблизительно 60 километров до российской границы. Сегодня над моим селом и над моим домом многократно пролетали крылатые ракеты, которые были запущены со стороны России. То есть стоят там где-то в установке, которые выпускают ракеты на территории России, и оттуда производится обстрел территории Украины. Вероятнее всего, что бомбят по военным объектам, по аэродромам, по нефтебазам, по железнодорожным станциям и вокзалам, для того, чтобы разрушить инфраструктуру Украины, нанести максимальный экономический урон, потому что вот эта победоносная война за одни сутки, как предполагалось, захватить Украину, она провалилась. Здесь в Черниговской области войска отброшены от Чернигова и вернулись назад в сторону границы с Россией. В моем селе под большим лесом стоит огромное количество военной техники. Здесь есть и танки, и БТРы, и бронетранспортеры, и установки типа «Катюши», но это установки «Град» для массово-коврового поражения. Пантонные машины с понтонами, машины с топливом, такие бензовозы и для перевозки солярки, для заправки танков и другой техники, которая на дизельном топливе работает. Эти все войска сейчас стоят в селе и никуда не двигаются, но так как Карлик, этот пришибленный кремлевский шизофреник и психопат, свихнувшийся и выживший из ума, не хочет успокоиться и не хочет прекратить войну, поэтому он отдал приказ о том, чтобы бомбить территорию Украины крылатыми ракетами, которые запускаются с территории Российской Федерации. Это, конечно, безумие. Свергайте, граждане России, своего этого пришибленного дурака, этого карлика на лабутенах, который подорвал экономику России. У вас сейчас доллар подскочил по отношению к рублю до безумных высот, и будет еще дальше хуже и хуже. Вы будете со временем жить так, как живут сейчас в Северной Корее граждане, которые траву щипают на газонах для того, чтобы из этой травы сварить себе суп и что-то было покушать. Не допустите дальнейшую эскалацию войны против Украины. Примите все меры к тому, чтобы выходить на массовые митинги. Пишите во все военные и государственные инстанции вашего государства письма. Выражайте свой протест против этой войны, которая ведется на территории Украины. И вы таким способом спасете и жизнь тех своих родственников военных, которые находятся сейчас в Украине на этой необъявленной поддой войне, которая даже не под флагами России проводится, а под флагом Советского Союза. Красное полотнище с желтым серпом и молотом. И Карлик Пу будет всем рассказывать, что это якобы народная милиция так называемых ДНР и ЛНР ведет войну против Украины для того, чтобы как бы защитить свою территорию, которую они там захватили на территории Луганской и Донецкой областей. Все это построено на колоссальные лжи, клевете, обмане, постоянном нагнетании ненависти из России к Украине, на обмане людей через средства массовой информации, на том, чтобы посеять ненависть и злобу к украинскому народу, представляя их перед гражданами России якобы фашистами, бандеровцами, укрофашистами и таким образом натравливая свой народ на соседний, мирный, дружелюбный народ украинский. Примите все меры к тому, чтобы прекратилась эта война безумная, ненужная ни России, ни Украине. Все это делается для того, чтобы пришибленный этот карлик-пу, который сидит в Кремле и прячется в бункере, мог повышать свое чувство собственного величия и на старости лет, уже перед смертью, при своем летальном диагнозе, неизлечимом, мог потешить свое самолюбие и максимально испортить жизнь всем людям во всем мире, для того, чтобы ему не так обидно было потерять те 140 миллиардов долларов, которые он украл у народа Российской Федерации и вывез за рубеж. Эти деньги там сгорят, пропадут, и никакой пользы они этому карлику не принесут, потому что он уже скоро сам сдохнет, как бешеная собака, потому что ему даже кривлевские врачи не способны помочь в лечении его неизлечимого заболевания. Протестуйте против ведения этой войны, звоните своим родственникам, военным, мужьям, сыновьям, братьям, племянникам, внукам, чтобы они сдавались в плен украинской армии и украинским отрядам территориальной обороны, сливали топливо из бензобаков и баков с соляркой из своей техники, оставались на местах своей дислокации, никуда не двигались, не стреляли. В плену мы их будем кормить, они будут в целости и сохранности после окончания войны возвращены назад на свою родину, и мы не имеем никакой ненависти к России и к российскому народу. Мы здравомыслящие люди, и мы понимаем, что вас обманом бросили в мясорубку на территории Украины ради того, чтобы этот пришибленный карлик, эта крыса кремлевская, бункерная, могла потешить свое самолюбие и таким образом поразвлекаться, находясь одной ногой в могиле. Удачи всем, благополучия, слава защитникам Украины, слава героям Украины и слава тем российским гражданам, которые, несмотря на законы России, принятые в недавнее время, будут протестовать против решения властей вести подлую, коварную, необъявленную войну против независимой и свободной Украины. Всего вам хорошего, до свидания и до следующего видео.